Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариес, я таролог и психолог. В первую очередь, девочки, от всей души благодарю вас за прекрасные и позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень и очень приятно. И сегодня, девочки, для вас еще один уникальный расклад. Также на удивительных картах Таро Гуд из коллекции Барона Рейда. Я также выложила карты по стихиям, так как они расположены на заставке, поэтому вы действительно можете выбрать свою стихию на заставке. Можете выбрать ту стихию, к которой принадлежит ваш знак Зодиака, либо выбрать стихию интуитивно, потому что у вас может быть асцендент расположен в другом знаке Зодиака. Поэтому, возможно, вас тянет к какой-то другой стихии. Итак, можете выбрать стихию и посмотрим, что же вас ждет в любви в августе месяце. Напоминаю, девочки, что это, конечно, общий онлайн расклад. Его точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите на Вайбер или Ватсап. Контакты смотрите под видео. Пишите только на Вайбер или Ватсап, только на мессенджер. И также, девочки, очень прошу, не звоните. Мешает проведению консультаций, естественно, и записи видео. Поэтому, пожалуйста, пишите. И еще, девочки, если я сразу не отвечаю, значит, я занята. Либо у меня консультация, либо я записываю видео. Консультации иногда идут действительно одна за другой, потому что они в разных форматах. Поэтому я могу не отвечать несколько часов. Но вы не переживайте, я обязательно отвечу в течение дня. Я все равно на эту минутку увижу ваше сообщение. И обязательно отвечу. Еще, девочки, конечно же, учитывайте разницу во времени. Я еще иногда сплю. Поэтому, возможно, не отвечаю. Поэтому имейте, пожалуйста, терпение и уважение. Если вдруг я не отвечаю, мне нужно, конечно, звонить, тем более, несколько раз подряд. Вот такие у меня пожелания, собственно. Вот еще, девочки, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. И, девочки, конечно, пишите свои вопросы, заявки на будущие онлайн-расклады. Если тема, которую вы предлагаете, актуальна, актуальный вопрос, и такого видео нет на моем канале, я обязательно сделаю расклад по вашей просьбе, по вашей заявке. Конечно, это будет общий онлайн-расклад, но тем не менее. Итак, девочки, приступаем. Сейчас сосредоточьтесь, сосредоточьтесь на своей жизни, сосредоточьтесь, девочки, на себе любимых. Подумайте, чего бы вы хотели получить в любви в августе месяце, чтобы карты почувствовали вашу энергию, пропитались вашей энергией. И делаем расклад для тех, кто смотрит данное видео в тот момент, когда вы его смотрите. Отдельно я выложила старшие арканы. В каждой позиции я выложу старший аркан как основную тенденцию месяца именно в любви и личных отношениях. Итак, девочки, начинаем мы. Давайте проговорю стихии. Первая стихия – это вода. Стихия воды. Это знаки зодиака. Рак, скорпион, рыбы. Вторая стихия – стихия огня. Не видно, да? Так, стихия огня. Это знаки зодиака. Овен, лев, стрелец. Дальше. Стихия воздуха. Это знаки зодиака. Близнецы, весы, водолей. И последняя стихия – это стихия земли. Это знаки зодиака. Телец, дева, козерог. Итак, девочки, выбирайте свою стихию. Сосредоточьтесь. И начинаем. Еще раз, для тех, кто смотрит данное видео, в тот момент, когда вы его смотрите. Я оставляю одну стихию. Первую – это стихия воды. Мы с нее начнем. Остальные я пока убираю, чтобы они нам не мешали. И первое, что я выкладываю – старший аркан. Основная тенденция – месяца. Для людей, рожденных под знаками зодиака стихии воды. Итак, девочки, что же ждет людей, рожденных под знаками зодиака стихии воды в августе месяце. И общая тенденция месяца – старший аркан. Ой, ну прекрасно. Старший аркан – звезда. Это, конечно же, исполнение всех ваших желаний. И теперь смотрим. Я вывожу три карты дополнительно, чтобы посмотреть, какие основные события в любви вас ждут в августе месяце. Какие основные события в любви, в личной жизни вас ждут в августе месяце. Итак, смотрим, девочки. Ну здесь, девочки, на самом деле месяц совсем непростой. И по четверке воды хочу сказать, что начало месяца у вас будет связано с тем, что, возможно, какая-то скука, застой в отношениях, пассивность со стороны вашего мужчины, возможно, обида, возможно, вы взяли паузу в отношениях. Вот. Те, кто одиноки, также затянувшееся, одиночество, переживания по этому поводу. Вот. Либо, то есть, если у вас нет разрыва, ну, то есть не будет, да, посмотрите по ситуации, это будет август месяц. Если, то здесь просто застой в отношениях, отношения не развиваются, скука. Вот. И я хочу, что сказать, девочки. Здесь, на самом деле, по четверке воды обилие возможностей для изменения ситуации, о чем и говорит старший аркан звезда. Я расскажу о тенденции, ну, подведу итог, буду рассказывать о старшем аркане звезда в конце. Вот. Потому что, действительно, ситуация сложная и, на самом деле, именно прояснение ситуации и кроется в этом старшем аркане звезда. Вот. Поэтому здесь хочу сказать, здесь масса возможностей и для тех, кто еще не в паре, да, кто одинок, встретить мужчину своей мечты по четверке, да. Но, тем не менее, получается, вот четверка воды говорит о том, что вы ничего не делаете, просто ждете, когда же вам, вашего принца, на блюдечке принесут. Вот. Поэтому здесь карта говорит о том, что все-таки нужно проявлять себя. Вот. Также, если у вас застой, скука в отношениях, так же, девочки, ну, обновите как-то эмоции. И устроите, вот вторая карта как раз-таки говорит о том, что какой-то праздник, какое-то веселье, как-то нужно внести, действительно, новый глоток, вернее, дать новый глоток воздуха вашим отношениям. Сколыхнуть эмоции, обновить эмоции, чтобы у вас, действительно, возможно, какие-то новые эмоции появились. Не знаю, сходите куда-нибудь. Но, чтобы это не было скучно, чтобы это было что-то веселое, чтобы у вас, вы поймите, когда мужчина рядом с вами испытывает положительные эмоции, то есть ему весело, даже если вы находитесь где-то, я не знаю, там, на катке, в цирке, в театре, но, тем не менее, мужчина рядом с вами испытывает положительные эмоции, то у него эти положительные эмоции в подсознании закрепляются, и потом у него именно положительные эмоции связаны вместе с вами, да, то есть, когда он вас вспоминает, он тут же испытывает эти самые положительные эмоции. Поэтому старайтесь, старайтесь вот именно положительные эмоции внести в ваши отношения, чтобы у мужчины это закрепилось. Потом есть видео на моем канале, как влюбить этого мужчину, там я даю массу советов и про то, какие сообщения писать мужчине. Вот, и как мужчину привязывать к себе, посмотрите. Вот, потому что я не говорю о том, что вы должны куда-то мужчину, хотя в данном случае, если у вас существующие отношения, вы можете и предложить, давай сходим, например, в цирк или на шоу на какое-то, то есть здесь вы можете предложить, но не всегда вы можете это сделать, да, тем не менее, можете сюрприз какой-то мужчине устроить, как-то вот действительно обновить ваши отношения, внести в них новые эмоции, чувственность, да, то есть именно, чтобы всплеск у вас произошел этой чувственности и эмоции. Когда радость и веселье, то, соответственно, и эмоциональный всплеск вам тоже происходит. Вот, дальше, девочки, если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод с мужчиной, да, то есть здесь по этим картам я тоже вижу эту ситуацию, здесь она в августе тоже остро проигрывается, здесь по девятке воды возможно примирение, но опять-таки примирение связано с чем? С обновлением эмоций, с удовольствием, с каким-то праздником, с каким-то весельем, да, с друзьями там или еще где-то. Ну, попробуйте, либо, опять-таки, я возвращаюсь к своему видео, да, либо посмотрите, какие я там даю советы для того, чтобы, если вы с мужчиной как бы не общаетесь, он, может быть, не выходит на связь, как раскачать вот эту ситуацию, да, когда действительно между вами стоит конфликт, либо разрыв, либо развод, как постепенно раскачивать ситуацию для того, чтобы получить хорошие результаты. Вот, так что посмотрите обязательно это видео, там какие-то советы вы для себя примите, используйте в жизни. Вот, потому что здесь действительно, да, может быть, вы сможете даже как-то, даже если у вас разрыв или развод как-то с мужчиной пересечься, да, но заранее продумайте, то есть понятно, что вы его не пригласите в театр или в цирк, но устройте, не знаю, придумайте, как с ним можно пересечься, устройте сами ему цирк, придумайте, я не знаю, поищите что-то интересное в интернете. Самое главное вызвать у мужчины положительные эмоции. Причем вот такие яркие положительные эмоции, радость, веселье. И таким образом раскачаете ситуацию, по крайней мере, сдвините с места. Вот. Дальше, девочки, по пятерке воды. То есть вот здесь, вот здесь, смотрите, в середине месяца, да, я проговорила только для тех, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод. Здесь кто с мужчиной, для тех, у кого романное расстояние в интернете, либо мужчина просто с другого города, с другой страны. Ну, здесь вот эта девятка воды, несмотря на то, что она говорит об удовольствии, радости, то есть, видимо, ваши отношения станут теплей, у них появится больше чувств, эмоций. Но при всем при этом карта девятка воды, она пассивная, да, то есть здесь действий нет, поэтому надеяться на то, что ваш мужчина приедет в августе, ну, как бы не стоит, да, потому что все-таки это карта бездействия. Вот. И к концу месяца для всех форматов, девочки, вас постигнет разочарование. Разочарование, что вы не получили того результата, который, на который рассчитывали. Вот. Может быть, вам покажется, что и мечты ваши не воплотились в жизнь, и сожаления, и переживания. Вот. В общем-то, у всех будет по-разному, но все-таки, да. И вот теперь, девочки, для тех, еще проговорю, для тех, кто одинок, вполне реально, что вот здесь вы встретите мужчину. Вот. Но смотрите, как бы, ваше бездействие, да, опять-таки, все советы я уже проговорила, не буду повторять. Ваше бездействие приведет, соответственно, к разочарованию. Берите, берите все в свои руки и стройте, стройте сами отношения. Тем более, я хочу сказать, что по знаку воды, рак, скорпион, рыбы, такие знаки зодиака, как бы, которые могут вполне строить отношения, причем, причем не на пролом, да, а очень даже мудро. Поэтому вот здесь вот карты об этом и говорят. И последнее, теперь я подвожу итог, также для всех форматов. Это старший аркан звезда, который говорит об исполнении всех желаний в августе месяце, да. И здесь, конечно же, произойдет у вас прощение старых обид и примирение произойдет, да. Но к концу месяца, смотрите, разочарование. Вот, возможно, здесь и начало совместной жизни. И жизни действительно с чистого листа. Но при ваших стараниях, я тоже все уже рассказала. Вот, также события будут происходить, девочки, медленно. То есть не будет резких скачков, не будет быстрого примирения. Не будет так, что вы прям 1 августа выйдете и встретите мужчину своей мечты. Ну, то есть старший аркан звезда говорит о том, что действительно вам нужно приложить усилия. И тогда все ваши желания исполнятся. И тогда, возможно, и не будет такого ужасного разочарования в конце месяца. Потому что вот четверка воды первая, которая, она говорит о том, что у вас масса возможностей, обилие возможностей и для примирения, и для завязывания отношений с мужчиной, который вам нравится, и для встречи с мужчиной, с которым на расстоянии, и для восстановления, возобновления отношений. И для того, чтобы перевести ваши отношения с существующим партнером на новый уровень. Эти все возможности в августе месяце судьба вам дает. Но нужно ими воспользоваться, говорит старший аркан звезда. И тогда у вас все будет прекрасно. Вот, кроме того, еще старший аркан звезда предупреждает, что нужно перестать витать в облаках, нужно перестать быть пассивными, то есть действительно делать для того, чтобы у вас исполнились все ваши мечты. И также совет от старшего аркана звезда, если у вас разрыв или развод, дайте этим отношениям еще один шанс. И еще совет от старшего аркана звезда, отпустите, наконец, свое прошлое. И для того, чтобы с мужчиной помириться, либо восстановить отношения, ну то есть для новых отношений вам нужно отпустить прошлое, забыть вообще, вообще не вспоминать и не сравнивать, и не думать о прошлом, да, просто начать новую жизнь. И для тех, у кого разрыв или развод, здесь отпустить прошлое, девочки, отпустить прошлое обиды. Все обиды, конфликты, недопонимания просто отпустить, тогда примирение возможно. Если вы пойдете на примирение, испытывая еще в душе, внутри боль, обиду, то поверьте мне, отношения долго не продлятся. То есть вы все равно, вот пройдет вот этот первый эмоциональный всплеск в ваших отношениях после примирения, пройдет он достаточно быстро, и вы снова начнете друг другу припоминать старые обиды и упрекать друг друга. Поэтому для восстановления, для возобновления отношений, любых, даже если вы были в браке, обязательно отпустить прошлые, старые обиды. Вот такая ситуация. Так что, девочки, здесь в августе месяце вам придется потрудиться в своей личной жизни для того, чтобы исполнили все ваши мечты, чего я вам искренне от всей души желаю. Это были люди, рожденные под стихией воды. Так, вот она у нас, стихия воды. И переходим, переходим к следующей стихии. Это стихия огня. Стихию воды убираю. Стихия огня. Итак, люди, рожденные под стихией огня. Что же вас ждет? Какие основные судьбоносные события будут у вас в августе месяце? Для тех, кто смотрит данное видео в тот момент, когда вы его смотрите. Итак, что же вас ждет в любви и личной жизни в августе месяце? Старший арканмаг. Ну, я хочу сказать, что инициативу проявлять и люди, рожденные под знаками огня. Это Овен, Дева, Козерог. Ой, простите, пожалуйста. Овен, Лев, Стрелец. Да, Овен, Лев, Стрелец. Конечно, могут и сами проявлять, но здесь именно инициатива, проявленная мужчиной. А так как расклады я делаю для девочек, то тут для Овнов, конечно, странная ситуация, потому что инициативу будут проявлять не они, а мужчины. Итак, посмотрим, что же ждет Овна, Льва и Стрелеца в августе месяце людей, рожденных под знаками стихии огня. Итак, девочки, рассказываю. Итак, девочки, месяц у огненных знаков будет замечательный. Во-первых, я сразу уже сказала, что будет инициатива, проявленная мужчиной, да, по Старшему Аркану Маг. Но Старший Аркан Маг я все-таки проговорю в конце, как итог всему месяцу. Смотрите. Начало месяца у вас будет замечательное. Сразу скажу, для тех, кто одинок, в августе месяце вы обязательно встретите свою вторую половинку. Ну, по крайней мере, мужчину, который готов взять на себя ответственность. Мужчину, который готов к серьезным отношениям. Вот, мужчина, у которого действительно есть ответственность. Ну и, в общем-то, действительно мужчина для серьезных отношений. Здесь, девочки, естественно, могут завязаться отношения с перспективой развития серьезных отношений и возможностью брака. Да, то есть вполне, вполне возможно вот здесь действительно серьезные отношения. Дальше, девочки. Но здесь имейте в виду, тоже по десятке огня все-таки давит прошлое. Прошлое. Избавляйтесь от прошлого. Потому что прошлое будет давить и может испортить вам новые отношения. Поэтому избавьтесь от других обид. Не переносите старые обиды на нового мужчину. Потому что так часто в жизни бывает, что мы обиды на других мужчин. И мужчины также обиды на других женщин переносят на нас. Поэтому здесь смотрите. Вот. И если у мужчины вы такую тенденцию замечаете, тоже надо будет с ним, конечно, конструктивно поговорить. О том, что все-таки не нужно переносить старые обиды, обиды из прошлого на новые отношения. Дальше, девочки. У кого ссора, разрыв, развод. Здесь возможно также примирение. Но опять-таки однозначно избавление от прошлого. Вот. И здесь все-таки мужчина будет проявлять инициативу. То есть не вам нужно будет, как вы привыкли, огненные знаки делать первые шаги и добиваться примирения с мужчиной. А здесь именно нужно терпение, избавление от прошлых обид. Вот. И подождать, пока мужчина сам проявит инициативу. Вот. Самое сложное для огненных знаков – это ожидание и терпение. Но вы будете вознаграждены. Потому что по шестерке... Во-первых, здесь уже в начале месяца, скорее всего, произойдет примирение, да. По шестерке огня, соответственно, здесь у вас прямо счастливый, радостный период. Когда вам радость, счастье, когда вам захочется прыгать от счастья для огненных знаков. Это вполне естественно. Прыгать от счастья, да. Здесь и победа, и триумф, и самоутверждение. Вы будете абсолютно счастливы. Прогресс, девочки, для тех, у кого существующие отношения. Здесь и переход на новый уровень. Прогресс в отношениях. В любом случае, вот по вот этим двум картам, вот, получается, начало месяца, середина месяца. У вас отношения улучшаются. Сейчас я еще проговорю для тех, кто в паре, да. И отдельно еще для тех, у кого романное расстояние. Сейчас для тех, у кого, кто одинок, и у кого разрыв, либо развод. И вот, смотрите, середине месяца, правда, у вас, ну, прекрасное просто отношение. Вот. И здесь хочу сказать, что и мужчина будет проявлять инициативу, и вы будете проявлять инициативу в отношении него. У вас будет полная гармония, радость и счастье. Вот. И в конце месяца я уже закончу, закончу этот формат отношений. В конце месяца, девочки, здесь может быть конфликт, столкновение интересов, пересмотр ваших отношений, формата ваших отношений. Вот. Может быть также вывод отношений на новый уровень. Но имейте в виду, через борьбу, через конфликты. Но опять-таки конфликты, как же огненные знаки без конфликтов. Вот. Конечно, конечно, это вам свойственно. Вот. Но здесь конфликты, девочки, не острые, да. Здесь именно отстаивание интересов для того, чтобы перевести отношения на новый уровень, да. Или новый формат отношений. Вот. И здесь больше все-таки конфликты будут, ну, во-первых, отстаивание интересов, во-вторых, все-таки более такую шуточную или показную форму, да, будут носить конфликты. То есть, вроде бы и будут, но они будут в такой легкой, легкой форме, может быть, где-то даже в шуточной. Но при этом отстаивание интересов будет и с вашей стороны, и со стороны мужчины. Вот. Дальше, девочки. Для тех, у кого роман на расстоянии, собственно, подходит и все то, что я сказала, да. Вот. И плюс еще ко всему, девочки, здесь в начале месяца вы почувствуете, что мужчина, с которым у вас роман на расстоянии, действительно настроен серьезно. Он вам скажет о своих намерениях. Ну, либо скажет, либо напишет, да, что действительно серьезно настроен. И здесь, возможно, к середине месяца даже он приедет. Вот. Если, ну, скорее всего, будет встреча, да, вот. И дальше, смотрите, все-таки будут конфликты, именно отстаивание интересов, потому что вам действительно захочется большего, захочется. Тем более, мужчина настроен действительно серьезно. Вам захочется либо совместной жизни, либо уже брака захочется, да. То есть, захочется, конечно, перевести отношения на новый уровень. И здесь действительно вы будете отстаивать в конце месяца свои интересы. То есть, добиваться того, чего вам хочется. Но я хочу сказать, что, вот, как говорит карта, это в мягкой форме, да, в такой шуточной форме вы будете отстаивать свои интересы. Конфликты тоже такие не острые. Но при этом, при этом вы будете твердо и четко отстаивать свои интересы. Я хочу сказать, что пройдет это все успешно. Судя по старшему аркану маг, так что смело отстаивайте свои позиции, но при этом действительно вот в такой шуточной, игривой форме, но твердо, вот так. Теперь, девочки, для тех, у кого существующие отношения с мужчиной, длительный союз, либо вы недавно с мужчиной встречаетесь, либо у вас брачные отношения, вот, здесь, конечно, у вас будет в любом случае улучшение отношений. Здесь в августе месяце у вас, возможно, помолвка, брак, заключение даже официального брака, тем более август, конечно же, август, сентябрь, это месяца, когда в большом количестве проходят свадьбы, так что здесь вполне возможно. Вот, здесь, возможно, уже, то есть, если вы в середине месяца заключите брак, здесь, возможно, уже отстаивание своих позиций в браке, да, то есть разделение обязанностей, кто за что отвечает, кто что будет делать, вот, и такой этап притирки, но, опять-таки, говорю, здесь не острый, да, то есть отстаивание интересов есть, но острых конфликтов, разрыва нет. Так что здесь, как бы, тоже все замечательно. Если вы в браке, то здесь тоже улучшение, улучшение однозначно отношений, отношения будут вас радовать все больше и больше, в середине месяца у вас, возможно, либо поездка, либо путешествие куда-то, вот, но в любом случае в середине месяца мужчина вас будет радовать, вас будут радовать ваши отношения, возможно, отпуск у вас просто совместно, возможно, вы будете что-то совместно делать, вот, и к концу месяца отстаивание своих интересов, выяснение, да, кто главный в семье, вот, но все это будет в шуточной форме, в общем-то, месяц вообще для обменных знаков замечательный, вот, и теперь я подведу итог и расскажу, что, что же еще несет в август месяц старший аркан маг, вот, вот, здесь, конечно, мужчина, мало того, что он проявляет инициативу, он также будет пытаться доминировать, но над огненными знаками доминировать пытаться, это бесполезно, вот, вот, также однозначно перемены в отношениях, да, то есть, зависит от того, какой у вас формат отношений, здесь однозначно перемены, перемены, причем по инициативе мужчины, вот, вот, здесь, возможно, начало совместной жизни и даже брак, собственно, о чем я и сказала, старший аркан маг советует и вам с вашей стороны проявить настойчивость и не бояться своих желаний в любви, то есть, открыто заявлять об этом своему мужчине, своему партнеру, либо мужу, вот такая прекрасная ситуация, искренне желаю вам счастья в августе месяце и переходим к следующей позиции, следующая стихия у нас это стихия воздуха и это такие знаки зодианка, как близнецы, весы и водолей и так сначала смотрим основную тенденцию месяца, итак, основная тенденция месяца для тех, кто, для людей рожденных под знаками стихии воздуха, как сложится месяц, основные события месяца в любви и личной жизни, итак, посмотрим у людей рожденных под знаками стихии воздуха, ну, прекрасная, в принципе, для воздушной стихии вполне, вполне подходящий аркан, это старший аркан колесница, и посмотрим теперь основные события месяца, августа, для людей рожденных под стихией, под знаками стихии воздуха, воздушная стихия, основные события в любви и личной жизни, итак, девочки, смотрим, итак, начало месяца, здесь я хочу начать со старшего аркана колесница, и старший аркан колесница говорит о том, что месяц у вас будет сложный, но интересный, и по старшему аркану колесницы я хочу сказать, что для всех форматов отношений, девочки, уже сами ориентируйтесь, какой у вас формат, отношения будут складываться хорошо в течение месяца, мужчина, который у вас есть, или будет здесь вероятность встретить нового мужчину, высока вероятность встретить вторую половинку по колеснице, также для тех, у кого роман на расстоянии, скорее всего, встреча, однозначно встреча с вашим мужчиной, также, девочки, обновление отношений, еще в августе месяце также у вас будут споры, конфликты, разногласия, отстаивание своих интересов, но при всем при этом, девочки, все равно отношения будут развиваться в положительном направлении, здесь и выход на новую стадию, да, то есть новый формат отношений, поэтому я и говорю, что если вы одиноки, встретите однозначно свою вторую половинку, и для тех, у кого роман на расстоянии, встреча, встреча точно будет. Дальше, отношения будут развиваться очень бурно, причем развиваться они будут, еще ваши отношения будут вовлечены какие-то другие люди, причем это, знаете, не влияние третьих лиц со стороны, а именно они будут вовлечены в ваши отношения, то есть помогать встретиться, либо как-то вы будете проводить время с друзьями, либо с членами семьи, вот что-то такое, либо они будут помогать вам наладить ваши отношения, но здесь действительно вот бурное, бурное развитие отношений, плюс множество людей будет вовлечено именно в ваши отношения, также еще это говорит о том, что возможно вы будете на людях, да, то есть будете куда-то выходить, в людные места постоянно, какие-то развлечения у вас будут, поездка, путешествия, естественно, по старшему аркану колесница, вот, где также вы будете, где вокруг будет много людей, вот, и как-то вот вы, естественно, будете общаться с новыми людьми, если вы поедете куда-то в путешествие. Дальше. И хочу сказать, что это путешествие будет очень запоминающееся. Если вам кто-то нравится, то здесь в августе месяце вы однозначно завоюете того человека, о котором мечтали. И сразу проговорю совет, не бойтесь рисковать, у вас все получится, говорит старший аркан колесница. Вот, и еще, девочки, один момент, здесь еще важна материальная сторона. Ну, учитывая все развлечения, путешествия, переезды, да, встречи, конечно, конечно, важна материальная сторона и для вас, и для мужчины, с которым либо начнутся отношения, либо уже есть отношения, то есть этот момент тоже учитывайте. Ну, и теперь подробненько. Итак, начало месяца, это пятерка воздуха. И пятерка воздуха говорит о том, что вам захочется во что бы то ни стало получить желаемое, да, то есть вы готовы действовать. Либо действительно встретить свою половинку, будете над этим работать, либо отстаивать свои интересы в паре, если у вас уже существующие отношения, неважно, в реальности или в интернете, да, вы будете стараться доминировать над мужчиной, взять отношения в свои руки. Вот, здесь возможна и борьба, борьба за мужчину, то есть если вам мужчина нравится, либо опять-таки роман в интернете здесь, здесь вы полны энергии, сил, для того, чтобы бороться за любимого человека. Вот, стремление, вот, но не все, хочу сказать, что по пятерке воздуха не все у вас сразу получится, вот, и как бы не сразу, не сразу, как бы, вот, примирение, развод, разрыв тоже так же, да, то есть вы будете действительно бороться за любимого человека, будете все делать, но вот здесь в начале месяца как бы не все у вас получится. Опять хочу посоветовать, конечно, у меня на канале есть видео, называется «Как влюбить этого мужчину». Я там даю массу советов для того, как потихоньку, незаметно мужчину возвращать, привязывать к себе. Посмотрите обязательно, возможно, какие-то советы вы возьмете действительно и будете использовать в жизни. Вот здесь, в начале августа, это вам очень и очень пригодится. Вот, поэтому посмотрите обязательно. Итак, я уже сказала, да, что вы будете полны сил, энергии для борьбы, будете бороться за своего мужчину, но не все у вас сразу получится. Где-то к середине месяца вам уже надоест бороться, отстаивать свои интересы и действительно, действительно, как бы, завоевывать своего мужчину. Вот, и я уже сказала о том, что встретите вы свою половинку однозначно, но, возможно, вам придется все-таки за него побороться, да. Вот, вам надоест, и здесь у вас по королеве воздуха, конечно же, обида, злость. Вам будет казаться, что с вашими интересами никто не считается, что вообще все, что вы делаете, все напрасно, что нет в ваших отношениях ни страсти, ни любви, ни душевной близости. Ну, это для всех, девочки, сейчас говорю, для всех форматов отношений. Вот для всех эта ситуация будет, да, то есть только единственное, что у кого-то она более ярко проиграется, у кого-то более спокойно, но тем не менее. И вот, собственно, вот такое ощущение у вас будет уже к середине месяца. То есть, я же говорю, что не все у вас сразу получится, не сразу вы все это получите, все, что вам хочется. Мужчину целиком и полностью со всеми его чувствами. И к концу месяца по четверке воздуха хочу сказать, что наконец-то спокойствие, все страсти уже улягутся. Здесь теперь уже вам, после вот этих всех обид, злости, после вот этого такого яркого завоевания своего мужчины, у вас такое спокойствие и спад, спад чувств и эмоциональности по отношению к мужчине. Вот, но тем не менее, это, конечно же, скоро пройдет. Здесь вы уже действий никаких предпринимать не будете, но будете обдумывать, как действовать дальше. Вот, но хочу сказать, что здесь, конечно, девочки, уже к концу месяца все, что вы хотели. Не могу сказать, что оно прям исполнится все, что вы хотели, но все, чего вы добивались, оно постепенно, вот здесь уже действительно, я хочу сказать, что вы добились. То есть, если вы хотели отношения с мужчиной, то они начнутся. Единственное, что я говорю, после такого завоевания, после такой обиды, злости, что у вас ничего не получается, ничего не выходит. Здесь у вас будет спад эмоциональности, но здесь завязывание отношений уже произойдет, если вы добивались мужчину. Если вы хотели встретить мужчину, то вы его встретите. Если вы добивались примирения, восстановления, возобновления отношений, то здесь это тоже произойдет. И, соответственно, после этого у вас пойдет эмоциональный спад. Вот. Если у вас существующие отношения, то, возможно, вы добивались именно перехода на новый уровень. Вот здесь вы добьетесь этого, и у вас действительно пойдет эмоциональный спад, спад чувственности. вот, как бы обиды уже пройдут. Вот это, вот это злость, все это уже уйдет. И здесь вы уже успокоитесь, и, собственно, я бы сказала, будете наслаждаться жизнью. Здесь, возможно, уже и встреча произойдет с мужчиной, который на расстоянии. Вот. И либо совместное путешествие какое-то прекрасное, да. И вы будете, собственно, спокойно отдыхать, наслаждаться жизнью, радоваться жизни. Ну, это уже не будут такие яркие, яркие эмоциональные чувства. Хотя обновление чувств произойдет, но у вас еще будет, вот, как бы уже спокойствие. Но вот такого эмоционального всплеска и чувственности не будет. Хотя, хотя путешествие, встреча, если, ну, как бы у кого встреча, у кого путешествие, у кого просто вы добьетесь своего мужчину, да, то есть на отношении с мужчиной. Вот. Как бы вы будете довольны собой, естественно, да, то есть победу, чувство победы, конечно же, вы испытаете. Но это уже не будет такое, такое яркое. Будет скорее, что, вот, как будто бы выдохнули. Выдохнули, и дальше уже спокойно, то есть все, чего хотели, всего добились. Вот такая ситуация. На самом деле месяц замечательный. Но я хочу сказать, что вы, конечно, молодцы. Здесь, конечно, такое яркое, яркое завоевание мужчины, причем, при всем при этом, потом сами же будете испытывать и обиду, и злость, да, из-за того, что не все получается. Вот. Ну, можно немножко как-то сбавить обороты. Я же говорю, посмотрите мое видео, как-то мягче, мягче, и это не будет для вас так болезненно. Тогда, возможно, и радость в конце месяца будет более яркая. Вот такая ситуация для людей, рожденных под стихией знаков воздуха. Вот. Так что месяц замечательный. Искренне желаю вам счастья и наслаждения жизнью в конце месяца. Всего вам самого наилучшего. И мы переходим к последнему знаку. Это у нас стихия земли. Ну, стихия земли – это уже изначально знаки денежные, да. Так что посмотрим, что уже ждет людей, рожденных под знаками стихии земли. Это знаки зодиака, телец, дева, козерог. Вот. И смотрим. Основная тенденция месяца выкладываем для людей, рожденных под знаками стихии земли. И это старший аркан «Справедливость». И теперь, девочки, выкладываем. Ой, прям выпадают карты сами, не буду ее убирать. Что же ждет людей, рожденных под знаками стихии земли? В августе месяца любви и личной жизни. О! Даже туз вышел. О! И король. Ну, тут, девочки, однозначно тут... Ну, я, во-первых, и по старшему аркану «Справедливость» сразу могу сказать, что здесь вас ждет однозначно переход на новый уровень отношений. Если у вас нет мужчины, вы его встретите однозначно. Причем мужчину серьезного, богатого, стоящего на высокой... Ну, занимающего высокую должность. Вот. Ну, кого как. У кого-то что-то одно проиграется, у кого-то все в комплексе. Вот. Здесь также возможен и брак, соответственно, ну, переход на новый уровень, либо брак по данным картам. Ну, давайте теперь подробно... Здесь, девочки, подробно даже не знаю, что говорить. В целом, хочу сказать, что месяц будет очень хороший во всех отношениях, в том числе и в материальном плане. Здесь хочу сказать, что, в принципе, все у вас получится. При этом личная жизнь, отношения, все будет складываться стабильно, гармонично. Все будет хорошо. Ну, я все-таки подробно расскажу. Давайте начнем с общей тенденции месяца. Это старший аркан «Справедливость». Вот. Ну, во-первых, он говорит о кармической связи, да. То есть мужчина, которого вы встретите, или который находится сейчас с вами рядом, либо вы в отношениях состоите с мужчиной, в реальных, либо в интернете, то это мужчина действительно вам по судьбе. Вот. И здесь, возможно, действительно судьбоносная встреча в августе месяце для знаков земли. Вот. Также, девочки, вас будет волновать вопрос равенства в отношениях, да. То есть кто главный, кто главней. Потому что вот борьба, вот, у огненных знаков ярко это проявляется, и вот у знаков земли тоже ярко, да, они тоже хотят доминировать, потому что знаки такие фундаментальные, я бы сказала, да, такие прочно стоящие на ногах люди, вот, конечно, уверенные в себе, вот, конечно, им хочется доминировать, руководить в отношениях, поэтому здесь будет и такая борьба. Но здесь конфликтов не будет, да, то есть это будет как-то по-другому. Все-таки это не огненные знаки, поэтому здесь конфликты не свойственны. Здесь все-таки более спокойная, да, спокойно, да, спокойно. Просто начнете командовать и доминировать над партнером, и все. Можно отстаивать свои интересы, вот, но здесь без конфликтов. Также, девочки, возможно, у некоторых взаимовыгодная любовь, да, ну, вполне это понятно, да, то есть здесь любовь больше все-таки основана на разуме, чем на чувствах, вот я о чем хочу сказать. Вот, вот, но отношения будут развиваться в течение августа месяца блестяще. Отношения будут основаны на взаимном уважении, доверии, хотя чувства тоже будут. Но я хочу сказать, что знаки земли, у них вообще вот такие яркие чувства, которые толкают людей на какие-то неординарные поступки, такого, конечно, знаки земли вообще априори не испытывают. Вот, также у вас, возможно, в отношениях будет лежать общее дело какое-то, возможно, вы с мужчиной работаете вместе, либо завяжутся отношения с мужчиной, с которым либо работаете, либо как-то связанные по работе, по бизнесу, вот. Либо решите со своим мужчиной заняться каким-то общим делом, либо открыть семейный бизнес. Вот, также, девочки, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв, развод, здесь решение давних конфликтных вопросов, то есть здесь действительно в августе месяце все ваши конфликтные ситуации не разрешатся. Поэтому я с уверенностью говорю, что конфликтов именно в августе месяце не будет. Вот, наоборот, все благополучно, все конфликты, которые были в прошлом, какие-то давние даже конфликты, они благополучно разрешатся. И здесь я хочу сказать, ситуация на небе тоже такова, что действительно возможно разрешение именно давних конфликтных вопросов, конфликтных ситуаций. Вот, на вашем знаке это проиграется в большей степени. Ну, на ваших знаках отразится в большей степени. Также, девочки, здесь этот месяц вам нужен, у вас будет и будут раздумья, взвешивание ситуации, да, анализ ситуации. Вот, будете относиться к мужчине прагматично. Вот, оценивать все за и против, то есть оценивать отношения будете, и новые отношения, которые у вас будут, и существующие отношения. Вот. И о чем, ну, собственно, что советует эта карта, о том, что будьте честны с партнером все-таки. Вот. Понятно, что у вас будет и анализ, и будете действительно взвешивать все за и против, но, тем не менее, как бы, исключите из своих отношений обман и манипуляции, да, доминировать можно, но должно, все это должно происходить на полном доверии все-таки, да, поэтому карта говорит, будьте честны со своим партнером. Вот. Дальше, девочки. Начало месяца, это восьмерка Пентаклий говорит о том, что отношения будут у вас хорошие, отношения, которые вам, вы с радостью будете вкладываться, вот, ну, то есть, так же делать мужчина для вас, вы для мужчины, будете строить отношения, развивать отношения, вот, заниматься какими-то бытовыми вопросами, вот, но я хочу сказать, что вот здесь по этой карте, конечно, романтики, в паре маловато, но, опять-таки, знаки земли, собственно, они менее склонны к романтике, но, тем не менее, вот, по совету первой карты восьмерки земли, все-таки, возможно, внести какую-то романтику в ваши отношения, да, устроить какой-то вечер при встречах, либо сходить в парк, в театр, возможно, съездить куда-то, в путешествие, ну, в общем, в общем, как-то, добавить романтики, немножечко, хоть немножечко чувственности в ваши отношения, вот, для тех, у кого роман на расстоянии, может быть, какие-то приятные сообщения, опять-таки, возвращаясь к своему видео, которое называется, как влюбить этого мужчину, там я даю множество советов, как писать приятные сообщения, вот, от которого действительно, от которых действительно мужчине будет приятно, посмотрите, в принципе, для ваших знаков, я думаю, этот совет тоже подойдет, потому что сообщения действительно такие приятные, вот, и действительно действительно действенные, дальше, девочки, следующая карта, это туз земли, и туз земли, конечно, говорит о том, что ваши отношения, в которых вы находитесь, либо будете находиться, да, когда встретите своего мужчину, это надежные отношения, это и действительно здесь, вот мне не зря я говорю по восьмерке земли, что все-таки надо нести чувственность и романтику в ваши отношения, потому что здесь уже у вас и чувственность, и сексуальность, а также счастье, достаток, взаимопонимание в отношениях, вот, отношения действительно серьезные, но я уже сказала, что кармические, действительно, здесь также потузу земли и и уважение, и дружба, и семейные ценности, да, вот, и на самом деле это период стабильности, покоя, вот, но опять-таки я говорю о том, что большую роль здесь также являют матери, большую роль играют материальные блага, и последняя карта это король земли и здесь хочу сказать, что отношения также у вас будут стабильные, хорошие, вот, если вот за этот период, как бы вы еще мужчинами встретите, то в конце месяца однозначно и мужчина будет действительно возможно бизнесмен, возможно деловой человек, я уже говорила, возможно занимающий высокую должность, вот, и здесь возможно девочки даже сначала зарождение дружбы, дружеских отношений, потом, потом уже уважение, да, потом уже дружба перейдет, но отношения изначально они уже будут серьезные и действительно судьбоносные, поэтому сначала возможно дружба, потом, потом уже более страстные чувства, уже переход отношений в другое направление, вот, мужчина действительно настроен серьезно, мужчина, для которого важнее, семья имеет важное значение, вот, также мужчина, который умеет зарабатывать деньги и для тех, для кого это будут все-таки новые отношения, да и для всех остальных форматов девочки, мужчина будет ценить вас хозяйственность и качество любовницы, поэтому здесь страсть в отношениях конечно тоже нужна, хотя я понимаю, что она вам может быть не всегда свойственна, вы все-таки более реально смотрите на жизнь, вы не из тех, кто легко поддается чувствам, но тем не менее, все равно чувственность в отношениях нужна, также девочки для тех, у кого роман на расстоянии, здесь как раз-таки вот к концу месяца скорее всего произойдет ваша реальная встреча, да, вы реально встретитесь с мужчиной, вот, и поймете, что он действительно серьезно настроен, вот, также девочки для всех форматов отношений здесь, конечно, возможный переход на новый уровень, и помолвка, и брак, и начало совместного проживания, совместной жизни, и для тех, девочки, кто, у кого уже существующие отношения, да, переход на новый уровень, опять-таки, а для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, то здесь у вас начнут отношения прямо с начала месяца улучшаться, да, с вашим мужчиной, с которым вы, у вас разрывы, либо развод, и к концу месяца уже, возможно, вы возобновите, невозможно, а точно возобновите уже ваши отношения, которые были разрушены, вот, так что здесь хочу сказать, что все, все прямо замечательно, и все будет идти плавно, но очень прогрессивно, вот, действительно стабильно, без каких-то резких перепадов, вот, ну, все будет действительно замечательно, девочки, так что счастья вам в августе месяце, в личной жизни, наслаждайтесь, вот такой замечательный, на самом деле, получился сегодня расклад, спасибо картам, карты действительно замечательные, мне очень нравятся эти карты, именно вот, для Тара прогнозов, вообще, просто отлично, подходят, очень четко, и как раз, действительно, они говорят о том, что свойственно для каждой стихии, вот, поэтому, конечно, они очень хорошо именно прогнозы дают, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео, обязательно оставляйте под видео свои комментарии, мне очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция, и пишите, девочки, конечно, свои вопросы, волнующие вас, и темы будущих раскладов, если действительно тема актуальная, и такой темы еще нет на моем канале, то я сделаю, сделаю расклад именно по вашей заявке, так же, девочки, искренне от всей души, желаю вам счастья, желаю вам удачи в августе месяце, с вами была Алена Арьес, до скорых встреч, новых видео,